здравствуйте в эфире научно-популярная программа в объективе натуралиста сегодня в этот осенний уже такой прохладный день мы путешествуем по гродненскому району и северу берестовицкого района отыскивая интересные места которые отвечают на вопросы задаваемые нами еще в детстве я когда был школьником меня всегда интересовал вопрос почему наши реки например в нем он свислочь котра вытекая из маленького маленького ручейка или какого-то болотца превращается большие огромные водные артерии и конечно когда я учился в институте а потом изучал природу нашего края ответ на этот вопрос я нашел то есть существует большое количество маленьких ручейков маленьких речек которые по ходу течения более крупных водных артерий наполняет их водой они естественно сами вытекает из небольших каких-то родников ручейков болот и так далее то есть вся наша территория она просто пронизана как маленькими небольшими капиллярами этими водными артериями и сегодня мы находимся на реке свислочь точнее в ее русле и пройдемся буквально может быть по двум таким небольшим артериям это река эндурка и возможно мы еще дойдем мы доедем сегодня до реки лаше и здесь мы должны все-таки посмотреть чем являются эти реки и как они наполняют реку свислочь река эндурка известна еще с 15 века то есть когда стал упоминаться поселение эндуро в данном случае существует мнение что именно свое название эндуро это населенный пункт в гродинском районе как раз получила по имени реки но сейчас за моей спиной очень трудно представить что эта река могла дать название населенному пункту потому что она сама небольшой такой ручеек а ее пойма полностью распахана и представляет собой сельхоз угодья но сейчас поздней осенью хорошо видно что эти большие пространство скорее всего они были под лесом или представляли собой обширные болото которые шли в междуречье эндурки и свислочь и сейчас же здесь сельскохозяйственная культуры в данном случае бураки и это показывает то что цикл заканчивается до органическое вещество которое питает тех кто обитает в пойме речечки эндурки она вынимается то есть сельскохозяйственные культуры и потихонечку вся природа готовится к зиме есть еще одна особенность которая обращает на себя внимание когда мы находимся ну в долине реки эндурки это топонимические названия такие как сухая долина луговая это говорит о том что уже издревле здесь были различные открытые пространства и конечно же луга заливные луга но здесь уже правда не заливной а больше суходольный лук потому что все-таки русло мелиарировано и поэтому вот мы здесь видим открытую пойму открытую пойму и эндурки и открытую пойму реки свислочь потому что с левой стороны от меня эндурка с правой стороны свислочь и я нахожусь как раз между двух рек и здесь видите вот этот лук ну а еще обращает на себя внимание очень интересный факт это то что здесь мы сталкиваемся с позднее цветущими растениями в данном случае это тысячелистик но он не единственный из цветоносов которые я сейчас наблюдал позднее цветущие растения это конечно как праздник ты смотришь на них и любуешься тем более что когда они в таких больших количествах тысячелистик это лекарственное растение которое цветет в основном летом то есть его цветочки отцветают концу августа в сентябре должны появляться уже плоды но есть такое явление у растений как вторичное цветение вот мы его сейчас наблюдаем тем более что надо отметить что все-таки несмотря на позднее цветение она заканчивается потому что многие цветки уже отцвели но мы встретили еще один интересный цветонос еще одно интересное покрытосеменное растение это воловик лекарственные и в данном случае воловик лекарственные является родственником медуницам почему потому что его очень часто и называют медуница хотя они отличаются по внешнему виду и опять же уловик лекарственный он цветет летом в основном но так же как и у тысячелистника мы видим что у него наблюдается вторичное цветение опять же при благоприятных условиях прежде чем подойти к кустью речечки эндурки впадающие в свислочь я обратил внимание на вот это растение дело в том что к названию реки и к самой реке а также к природным комплексом белоруссии частности гродненской области это растение имеет прямое отношение это тростник мы с все привыкли к тому что тростниковые заросли сопровождают практически любой водный объект нашей земли но здесь идет прямая связь реки эндурки и тростника дело в том что если брать в основу название реки литовское слово эндер тростник то эндурка или изначально эндура переводилась как тростниковая река поэтому населенный пункт эндуро это тростниковое поселение и здесь очень важный момент тростник в жизни наших с вами предков имел большое значение как строительный материал и естественно как те заросли которые давали прибежище многим живым существам являвшихся пищей наших с вами отцов прадедов пра-пра-пра-пра-пра-пра прадедов ну вот вот Вы смотрите вот именно в этом месте эндурка впадает в свислочь тростниковая река наполняет реку свислочь который имеет корень висла а корень висла это тоже очень интересна интерпретация мы знаем реку ислочь знаем реку в польше вислу и это как бы переводится как влага болота разлив то есть свисла ч это разливающаяся река поэтому тростниковая река впадает в разливающуюся реку именно вот в этом месте но обратите внимание то что она тростниковая говорит вот этот оставшийся каньон да то есть это действительно естественный вариант падения он не миллиаре раван даже чуть-чуть где-то извилистой сохранена и видите как при любом впадении а маленьких рек более крупные образуются тростниковые острова это очень важный момент почему потому что именно он обеспечивает спокойное вхождение рек здесь образуются омуты держится рыба и естественно здесь скажем так вот в этом месте очень часто наши предки использовали такие места будем так говорить для того чтобы не только ловить рыбу но купаться стирать и так далее то есть здесь именно был такой центр жизни в прошлом но и сейчас в том числе сделав свои наблюдения о устье реки индурки мы решили переместиться на другую речку речку лошанку некоторым называют его лаша но на самом деле на географических картах есть название лошанка а лаша это населенный пункт и конечно же мы устремились и и устью вот мы на падение еще одной реки это река лошанка и в данном случае здесь нужно отметить что видите практически похоже немножко на падение индурки но опять же более широкие створ устья и опять же тростниково-рогозные острова и образуется такая как бы заводь но здесь есть одно отличие берег реки а и свисла и лошанки в этом месте он более высокий крутой здесь больше обломанных деревьев и больше такие скажем так места приболоченных а это говорит о том что все-таки характер каждой речечки он своеобразные и мы находимся именно в том месте который называется сухой долиной опять же топонимическое название говорит об определенных особенностях местности данной и вот здесь надо очень четко проговорить одну особенность а связанную с названиями как правило наши с вами предки называли объекты особенно природные понятными для себя названиями и вот река лошанка мы уже к этому касались это река названа потому что здесь именно осенью начинал нереститься атлантический или мы еще называем балтийский лосось два вида этого лосося это кумжа и семга которых мы знаем но и есть третий вид который оседлый он остается это форель ручевая форель которая занесена у нас красную книгу республики беларусь и здесь есть одна очень интересная особенность точки зрения опять название реки дело в том что наши с вами предки в западной белоруссии называли рыбу лосось лох и вот это название лох ложь оно и пошло к названию реки то есть в сентябре октябре месяце с ним она свисла и заходил от лосось или лох и поднимался вверх находил такие притоки как индурка лошанка ну и другие боярка и поднимался по ним но надо сказать очень четко что все таки несмотря на то что приболоченная пойма но этих речечек она каменистое в этом отношении одним из примеров можно слушать река тартак которая находится в островецком районе это приток вилли где сейчас до сих пор каждую осень происходит такое просто исключительное событие как нерест лососьовых рыб в беларуси и практически единственное место на вилли и и и притоках где он сохранился до сих пор потому что каменская грязь стала преградой для того чтобы лосось поднимался именно на уровень гродно и выше но когда-то это происходило и лосось входил в реки и здесь нерестился и этот нерест мы наблюдали не раз но при нересте рыба становится очень неповоротливой она становится очень уязвимой и ее можно спокойно добыть особенно ночью поэтому доверчивый как лох неповоротливый как лох или очень простой как лох скорее всего вот это название человека пошло именно от нерестящихся лососей если подробно рассматривать такое явление как нерест лососевых рыб то в беларуси и он имеет несколько особенностей мы наблюдали этот нерест именно осенью причем есть одна очень интересная особенность он зависит от температуры воды то есть температура воды должна быть ниже восьми градусов но конечно же не должна падать ниже нуля то есть замерзшие воде ни одна рыба не не естится поэтому когда вода падает ниже восьми градусов лососевую рыбу устремляется мелкие речки для них очень важно каменистое дно такое которое мы наблюдали на реке тартак которое когда-то было на реке лошанки самка она ищет именно галечник для того чтобы вырыть ямку и отложить туда икру уже много раз рассказывали про этот процесс но надо сказать о том что мы четко видя этот процесс сегодняшние дни можем спроецировать как это было возле нас прошлые годы потому что именно топонимические названия лошанка лоша лососянка они дают понимание что эти рыбы буквально каких-то сто лет назад опять же жили около нас и то что сейчас происходит только в островецком районе происходило под гродно под минском в других реках беларуси наше путешествие подходит концу сегодняшнее но я сегодня побывав на двух устьев маленьких сейчас мы называем эти речки ручьями убедился в том что достаточно буквально немножко более пристально посмотреть на окружающий меня нас мир и будут открытия потому что сегодня для меня было два открытия которые ну раньше я даже не предполагал оказывается индурка это тростниковая река да это очень интересно и для меня был неизвестный факт это что лох ложь лосось это видовое название раньше я думал о том что лох ложь это форма размножающегося лосося но я убедился сегодня в результате исследования что лох это западно-белорусское название вида рыбы лосось так что видите сколько много интересного вокруг нас поэтому я призываю вас смотрите внимательно на окружающую среду изучаете любуйтесь ею и путешествуйте а вы на этом заканчиваем с вами была программа в объективе натуралиста любите и берегите друг друга и мир который вокруг вас до свидания а